САДЫР ЖАПАРОВ САДЫР ЖАПАРОВ Принимаемая инициатива Шанхайской организации сотрудничества о мировом единстве за справедливый мир и согласие, а также заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства, полностью отражает общее стремление в построении стабильного, безопасного и процветающего региона ШОС, отметил президент Кыргызстана Садыр Джапаров, выступая сегодня на очередном заседании Совета глав государств ШОС в Астане. Заседание началось в церемонии подписания документов о полноправном членстве Белоруссии в ШОС. Садыр Джапаров в своем выступлении отметил, что со дня основания, расширяя сферы своей деятельности, организация также успешно наращивает свой партнерский потенциал. Он поздравил президента Александра Лукашенко с получением Белоруссии статуса полноправного члена ШОС. Уважаемые коллеги, со дня основания, расширяя сферы своей деятельности, организация также успешно наращивает свой партнерский потенциал. В этой связи хочу выразить слова поздравления уважаемому Александру Григорьевичу Лукашенко с историческим событием, получением Республикой Беларусь статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества. Уверен, что полноправное членство Белоруссии в ШОС придаст большой импульс к дальнейшему поступательному развитию самой организации и наших отношений. Уважаемые коллеги, во временах глобальных вызовов, будь то пандемия, изменение климата или экономическая нестабильность, наше единство и совместные усилия являются ключом к преодолению этих препятствий. Важным остается приверженность ШОС без альтернативности политико-дипломатического урегулирования конфликтных ситуаций на основе строгого соблюдения общепризнанных норм и принципов международного права, неукоснительного соблюдения целей и принципов Устава ООН. По итогам заседания Совета глав государств членов ШОС лидерами подписаны ряд документов. Председатель Кабинета министров Ахлбик Джапаров провел совещание в Национальном банке. В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся макроэкономической ситуации в стране и денежной кредитной политики. Он поставил перед новым руководством Национального банка ряд задач, направленных на улучшение позиции Кыргызстана в международных рейтингах, внедрение новых технологий, в том числе финтех-стартапов, ускорение внедрения цифрового СОМа, обеспечение полноценного перехода в безналичную экономику и усиление мер по сокращению теневой экономики. Глава Кабинета министров поручил в кратчайшие сроки внести предложение по изменению системы денежных переводов, отметив, что комиссия при безналичном переводе денежных средств осуществляется за счет средств граждан, тем самым замедляя переход на безналичный расчет. Председатель Верховного суда Кыргызстана Замирбек Базарбеков провел оперативное совещание с местными судами по видеоконференцсвязи по текущим вопросам и обсудил последние случаи, произошедшие с судьями Чуйского областного суда. Председатель еще раз напомнил всем, что государством предпринимаются самые жесткие меры по искоренению коррупции во всех органах, и судебная система не является исключением. К судям и сотрудникам аппарата, которые будут замешаны коррупцией, будут приняты самые жесткие меры. Напомним, что 2 июля по подозрению в вымогательстве и получении взятки сотрудниками ГКНБ задержаны двое судей Чуйского обл. суда. Врач – почетная профессия. Работа людей в белых халатах заслуживает похвалы. А Клая Калджирова – одна из тех, кто посвятил свою жизнь здоровью народа и сделал почетную профессию. Она проработала в области медицины 45 лет и выполняет свой долг точно и добросовестно. В настоящее время работает медсестрой в группе семейных врачей в селе Ивановка. Семейная медсестра работала на 45, уже 46 пошла. Но я вся ходили на работала. Хирурги работала, антистезологом работала, операционным гинекологическим работала. Но в последнее время, в 2000 году я работаю на семейной медсестрой и работаю. Она поделилась, что радуется, когда помогает и спасает жизнь пациентов. Вот поэтому, какой бы сложной и утомительной ни была работа, она изо всех сил старается и хочет увидеть счастливое лицо выздоровевшего пациента. Там у нас семейная медсестра вся первичка, все помощи всякие вот эти, все мы это обслуживаем. Потом, когда вот тяжелый, вот в стационар отправляем. А так наша работа, государство для нас хорошее делает, хорошие условия делает. Зарплата тоже вот повесили. Все вот по своей профессии любишь, вот работаем. Эту работу медсестры оценили по достоинству. И накануне профессионального праздника медицинских работников она была награждена значком «Лучший медицинский работник». Отметим, в первое воскресенье июля день медицинского работника. От имени министерства местной администрации были вручены награды и поздравления ряду врачей. Следует отметить, в Высохотинском районе более 800 медицинских работников. Они заботятся о здоровье 190 тысяч человек и обеспечивают здоровую жизнь людям. Но нехватка врачей также является серьезной проблемой в этой области. На данный момент у нас в Доме культуры города Хант идет торжественное мероприятие, приученное ко дню медицинского работника. На данный момент со стороны министерства здравоохранения у нас отличились 4 наших сотрудника, которые награждены значком отличника здравоохранения. Один наш сотрудник награжден почетной грамотой министерства здравоохранения. А также со стороны районной госадминистрации у нас 15 сотрудников награждены. И со стороны мэрии города Хант награждается еще 15 человек. А еще помимо этого у нас скоро будет еще одно награждение. Это со стороны полномочного представителя Чуйской области. В районе с каждым годом все больше внимания уделяется медицине, а также обновляются медицинские учреждения. Недавно в городе Хант открылось еще одно здание Центра семейных врачей. А в настоящее время строится новый ФАП в селе Сентаж. Всего за последние три года в регионе было построено около 10 зданий, созданы необходимые условия для врачей. Теперь они настаивают на том, что если их зарплаты вырастут, это будет еще одной большой поддержкой. В этом году произошло открытие одного группы семейных врачей. То есть это в селе Люксембург, сейчас уже ныне город Хант. И строится еще в селе Сентаж ФАП. На данный момент идет огромная государственная программа, которая направлена на строительство современных зданий, которые соответствуют всем санки нормам и так далее. Отметим, всего в Исокатинском районе 17 ГСФ, 27 ФАПов, 3 стационарных лечебных учреждения. Айкен Муратбекова, Сылбек Курман Алиев, УТРК Чуй. Соответствующий документ на земельный участок нотариально заверяется. Следует отмечить, что Джайна Гульда и Ханбаева не смогла с нами встретиться по состоянию здоровья. Ее внучка рассказала все подробности дела. В то время, это участок моя бабушка купила, но в то время, наверное, просто по объявлению нашли, доверились людям и купили. В то время все покупали участки по постановлению. То есть, как таковой красной книги, такого не было. Но на тот момент по документам было постановление. Там в этом постановлении была печать госрегистра. То есть, никаких сомнений, что что-то идет не так. На основании этого документа мы все это время жили на этом участке. Мы построили дом. Сначала они купили землю на улице Абшир-4. А когда потерпевшие пришли на участок земли, на этом участке гражданин по имени Айбек построил дом. Когда мы купили участок за 2800 долларов, мы пришли. На этом участке стоит уже дом. Выяснилось, что наш сосед ошибся своим участком и построил на другом участке свой дом. В итоге мы пришли к тому, что мы обменяемся участками. То есть, нам предложили участок соседа, мы согласились. Эти женщины нам пообещали, что сделают все документы, красную книгу. Нотариально заверяли это все? Есть нотариально от Джунушева то, что он продал этот участок нашему соседу. Но он все это отрицает. А эти что говорят? Соседи наши говорят, что мы у них купили, что они тоже там не знают. Мы пришли к соседнему дому пострадавшей стороны, однако там отказались от каких-либо комментариев, ссылаясь, что дома нет хозяев. А за речки, кто может? Комментарий дать. Или вы можете номер нам сказать? Давайте. Мы поговорим по телефону тогда с ними. Давай ждите. Мы будем приемом. Ждите, да. Да, да. А с лирбяхтагимболосус? А? С лирбяхтагимболосус? Похоже. Как 18 лет назад граждане по имени Рахима Молдухматова, Бурул Какеева, Бурул Тухтуналиева и Анара Бакирова получили 266-е постановление, где они взяли соответствующую печать? А знают ли они Джулдушбека Джунушалиева, появившего с красной книгой? Ответы на эти вопросы мы попытались получить у так называемых женщин-посредниц. Анариджи, анариджи. Как же вы говорите, делайте? Как вы говорите? Да. Как вы говорите, не уйти? Я не могу. 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 Одна из посредниц Анара Бакирова утверждает, что она законно получила постановление 266 от администрации Ленинского района Бишкека. В связи с этим мы обратились к главному специалисту по земельным вопросам Ленинского акмиата. Одна сторона Джайнагуль Дихамваева, гражданка, которая имеет на руках постановление на земельный участок номером 266, который на сегодняшний день является по Ленинскому району проблемным постановлением. Так как нет оригинала постановления, он приостановлен, он был отменен в свое время, имеются у людей красные книги на руках, постановление есть. Но этот вопрос сейчас решается только в судебном порядке, то есть надо это лаборатория рассматривать. На сегодняшний день в архиве не имеется постановления Ленинской администрации 266. Все документы были переданы в государственный архив, в связи с чем сейчас мы не можем рассматривать этот вопрос. Чтобы наш материал не стал однобоким, мы также связались с Джунушалиевым Дюлдушбеком. Заявление он получил в земельный участок в 2005 году на основании постановления. В 2011 году зарегистрировал земельный участок, затем в 2022 году он получил государственный акт на землю. Остается вопрос в течение 18 лет, почему указанный гражданин ни разу не посетил данный участок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю, я не знаю, а я вообще покажу вам это. Мне больше не планируете. Вы знаете, что никто ошел за 80 или 20. Там нет ни одного калу. Я не знаю, я побегу. Вы можете не сыресь, а меня вернулись? Я не знаю, что это. Я вернусь. Я вернусь. Выneten бы не вернусь. Я вернусь. Я вернусь. Вы такой конец, а я иду. Я не знаю, что я видел. Кроме этого, мы связались с отделом земельного кадастра и фотографией для уточнения информации. Кроме этого, мы связались с отделом земельного кадастра и фотографией для уточнения информации. Мы связались с отделом земельного кадастра и фотографией для уточнения информации. В результате земельного спора сегодня ее внучка сделала обращение президенту. Уважаемый президент Седернур Годжоевич, просим рассмотреть вас наше дело по справедливости, просим вас оказать нам содействие в нашем деле. Сейчас у нас происходят судебные разбирательства по поводу нашего земельного участка. Хотят у нас несправедливо отнять наш дом, в котором мы 18 лет живем, который строился не один год. И дать наказание посредникам, мошенникам, дать наказание тому человеку, который хочет отнять наш участок, наш дом. Просим вас с помощью рассмотреть наше дело. Наш телеканал готов выслушать все стороны и оказывать информационную поддержку пострадавшим данной земельной махинации, пока не будет решено в рамках закона. Айслан Мурзакова, Джумабаис Моналиев, УТРК Чуй, город Бишкек. Инспекторами пограничного ветеринарного контрольного пункта Ахтелек ветеринарной службы выявлен незаконный ввоз 80 тысяч килограммов говяжьего жира из Казахстана на территории Крыгстана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства, водных ресурсов и перерабатывающей промышленности. Установлено, что груз ввез без соблюдения ветеринарно-санитарных требований. А также несоответствие упаковки и маркировки техническому регламенту о безопасности пищевых продуктов. Инспекторами был составлен соответствующий акт возврата. Данный груз был возвращен Республику Казахстан через контрольно-пропускной пункт Ахтелек. Число безработных, состоящих на учете в службе занятности на 1 июня 2024 года, составило более 83 тысяч человек, сообщает портал Государственную сообщество. По данным ведомства, численность официально зарегистрированных безработных составила 59,5 тысяч человек. Уровень официальной безработицы на 1 июня текущего года по республике составила 2,2%. Количество вакантных рабочих мест, заявленных в службу занятности на 1 июня текущего года, составило 10 тысяч 249 единиц. В их числе преобладал спрос на рабочие специальности. Одной из главных задач службы занятности является содействие трудоустройстве. За отчетный период при содействии службы занятности трудоустроены 5 тысяч 254 безработных граждан. На сегодняшний день заявки на заключение социального контракта государством подали 8591 малообеспеченная семья. Об этом сообщили в Министерстве труда социального обеспечения и миграции. По данным ведомства, из подавших заявки 4277 семей уже заключили социальный контракт на получение безвозмездной государственной социальной помощи. В городах областного и республиканского значения отбор осуществляет одна комиссия по социальным вопросам при исполнительных органах местного самоуправления. В районах отбора осуществляется двухуровневая комиссия по социальным вопросам и временная комиссия по реализации социального контракта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА